Здравствуйте! Вы смотрите программу событий в студии Виктория Шарая. Сегодня в выпуске. В Аэрокосе изучат ионосферу Земли. Проект университета представят на научной конференции. Любимый мультгерой существует на самом деле. В Самарском зоопарке теперь есть свой Бэмби. Нового начальника самарской полиции генерала-майора Александра Винникова сегодня представили подчиненным. Укасая его назначение подписал президент Владимир Путин. По словам генерала-майора, в Самаре он в первую очередь намерен выстроить диалог с властью и жителями. Репортаж Алины Чемерес. Ярый борец за соблюдение закона о тишине и ограничение продажи тонизирующих напитков. Нового руководителя областного полицейского главка представили коллективу. На встрече с коллегами со всей области Александр Винников отметил, в первую очередь важно наладить взаимодействие с жителями и властью. Нам необходимо будет действительно наладить все руки в отделах созданных государственных властей на региональном городе. И вся эта работа должна быть быть в первую очередь веса населения Самарской области. Чтобы и население в области комфортно и безопасно. Александру Винникову 54 года. Раньше он возглавлял МВД по Магаданской области. До этого 20 лет проработал в уголовном розыске и криминальной полиции Санкт-Петербурга. На должность в Магадан переводился еще полковником. Очередное звание получил через год. На посту руководителя Самарского областного главка Винников сменил Сергея Солодовникова, который возглавлял управление с 2015 по 2017 годы. Указ о назначении Винникова подписал президент Владимир Путин. На встрече с новым начальником полиции, главой подразделения МВД в городах и муниципалитетах, руководителем силовых структур. Прибыл очень опытный, авторитетный руководитель. Для него задача сохранить все то лучшее, что здесь есть и поднять работу полиции на качественную работу. Это счастливая задача. Приход очень опытного человека, прошедшего все этапы, начиная от рядового самого милиционера и уже 20,5 года возглавляющий управление на Дальнем Востоке. Это очень о многом говорит. Это тоже залог того, что мы можем улучшить результаты, иметь более тесное взаимодействие и с органами власти, и с местными органами. Также на встрече было отмечено, за последние годы люди стали больше доверять полицейским. Улучшились и результаты работы правоохранителей. Алина Чемерис, Василий Колдашов, События. Прежде чем поприветствовать коллег, новый начальник областного главка Александр Винников и заместитель министра внутренних дел России Игорь Зубов встретились с главой региона. Губернатор Николай Меркушкин подчеркнул, важно, чтобы полицейские активно сотрудничали с общественными советами микрорайонов. По словам замглавы МВД, Винников человек надежный, во время службы в Магадане проявил себя с лучшей стороны. Также Игорь Зубов отметил, полиция – самая многочисленная силовая структура и особенно нуждается в поддержке областных властей. Необходимо учесть негативный опыт прошлого и выстраивать работу на качественно новом уровне. Будем делать все, чтобы совместная работа наша была эффективной, результативной. Правильно вы сказали, что в принципе у людей сейчас мнение о работе правоохранительных органов лучше. Я думаю, что коллектив БВД по Самарской области работает неплохо. Если взять показатели, то они на уровне среднероссийских, по отдельным, даже и получше чуть-чуть. Открыть дворец культуры «Нефтяник» в сентябре и исправить все недочеты. Такую задачу поставил глава города Олег Фурсов перед подрядчиками, которые реконструируют концертную площадку Куйбышевского района Самары. Проверил мэр и ход ремонта на стадионе «Нефтяник» о культурном и спортивном объектах, которым дает вторую жизнь и репортаж Андрея Горгуленко. Во дворце культуры «Нефтяник» проделано много работы. Заменена кровля, инженерные сети, окна. На этаже, где располагаются детские творческие кружки и танцевальные студии, ведутся отделочные работы. Обновляют холлы, подвальные помещения. В самом зале готовят сцену для выступления и зрительские места. Ход реконструкции проверил мэр Самары Олег Фурсов. Глава города сделал много замечаний по качеству работ, а также по количеству строителей на объекте. К учебному году дворец культуры должен быть открыт. Юль-Амбуст настался у нас. Я увижу людей даже. Это не книжная отделка, я увижу людей. Я знаю, что за счет чего пытаетесь это все сделать. Мы же тут увещевать можем сколько угодно, финишно или не финишно. Но если нет людей. Лучшая ситуация обстоит на другом «Нефтянике» – на стадионе. Изумрудное поле ждет игроков, а трибуны – полторы тысячи болельщиков. В ближайшее время подрядчик приступит к главному корпусу. Параллельно займутся и территорией вокруг спортивного объекта. И дворец культуры и стадион очень важны для куйбышевцев. Несмотря на то, что район отделен от Самары рекой, для города он является очень важным. Олег Фурсов отметил, что у района есть огромный потенциал, который необходимо развивать. В этом плане внимание к этому району будет усиливаться. Он для нас крайне важен. Здесь находится одно из, скажем так, градообразующих предприятий. Поэтому люди должны жить в хороших условиях, пользоваться всеми благами цивилизации, в том числе инфраструктуры соответствующие. Пока единственной проблемой для завершения реконструкции стадиона остается непогода. Из-за дождей не удается постелить легкоатлетические покрытия и беговые резиновые дорожки вокруг поля. Чтобы выполнить работу, нужна сухая погода не менее трех-четырех дней. Но подрядчики обещают, день физкультурника нефтяник встретят с открытыми воротами. Андрей Горгуленко, Дмитрий Мешканцов, События. Построил, отвечая за качество, недоделки, которые выявили в здании нового детского сада на мехзаводе, подрядчикам предстоит устранить за свой счет. Причем требования к работе самые жесткие. Строительные недочеты выявляются в первый год после сдачи объекта. И в детском саду не обошлось без сюрпризов. Затем, как подрядная компания, устраняет свои ошибки и соблюдает установленные сроки, и следит специальная комиссия. Все бы хорошо, но крыша подвела. Заведующая 325 детским садом показывает специальной комиссии пятна на потолке в некоторых помещениях на третьем этаже. Течь появляется после дождя. Новое здание детского сада сдали в конце прошлого года. Раньше это был старый двухэтажный садик. Его перестроили полностью. Возвели два новых просторных корпуса. Количество мест значительно увеличилось. Сюда возят детей из поселка Мехзавод и из новых микрорайонов Самары. К тому же в детском саду организовано инклюзивное образование. Здесь воспитывают и детей с ограниченными возможностями здоровья. Работают психологи, дефектологи, логопеты и врач-педиатр. Картину современного детского сада портят строительные недочеты, которые стали проявляться по весне. Фирма, которая строила здание, принялась за ремонт. Они пообещали, что к лету они устранят течь. Временно они ее приостановили. Но в прошедшее время она пошла опять. Временные меры оказались неэффективны. Но ситуация с детским садом на контроле у городских властей. Во время осмотра здания комиссия приняла решение – латать кровлю нет смысла. Подрядчикам поручено полностью поменять два участка крыши площадью по 200 квадратных метров. Причем все работы строители должны выполнить за свой счет по гарантии, которая длится пять лет. Подрядчику было сделано предложение кардинальным образом заменить крышу, которая дает протечки. Если это не будет сделано, этот подрядчик подает в черные списки. Если не будет добровольного порядка, будет решение судебное. Но мы это не оставим. Мы это доведем до конца, чтобы дети жили в нормальных, полноценных условиях. Подрядчики, в свою очередь, от обязательств не отказываются и обещают некачественную работу переделать. Все выявленные недоделки, которые предусмотрены, выявлены комиссией, рабочей комиссией, будут выполнены и устранены в рамках гарантийных обязательств. В самые кратчайшие сроки. За ремонтом установлен строгий контроль. Привести в порядок крыши и устранить другие недоделки строители должны до 1 сентября. Марина Кравцова, Константин Головин. События. Новостройки для социальной программы. В Самаре построены два дома, в которых жилье получат дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей. Каждое здание высотой в 21 этаж. Все квартиры с чистовой отделкой. Плюс современная инфраструктура во дворе. Сегодня оценку качества работы дали представители общественного совета при областном министерстве строительства. Олег Зверев выслушал мнение. В этих квартирах уже можно жить. В июле они будут введены в эксплуатацию. А еще через полтора месяца их владельцы справят новоселье. В Самаре построены два дома, каждый по 21 этажу, в которых жилье получат дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей. По муниципальному контракту городу предоставлено 65 квартир. Дома, оборудованные по современным стандартам, все квартиры сдаются с чистовой отделкой. Мы всегда пытаемся с каждым новым домом сделать чуть лучше. Стандарты определены государственной программой. Это полноценная чистовая отделка, это плита, это обои, это линолеум, полноценные двери. Все то, чтобы дать возможность въезжающему ребенку-сироте уже сегодня заехать и жить. Эти дома построены по программе обеспечения граждан доступным и комфортным жильем. Исполнитель областной фонд жилья и ипотеки. Сегодня оценку качества строителей дали представители общественного совета при областном Минстрое. Жилье эконом-класса, все нормативы соблюдены, но на то и общественность, чтобы высказывать дополнительные пожелания к требованиям комфорта и безопасности. Нормы это все равно минимальные требования качества. Задача общественного совета заключается в том, чтобы то, что строится с использованием бюджетного рубля, государственного рубля, оно отвечало не только минимальным нормативным требованиям, но это было современно, это было удобно. По мнению общественников, качество новостроек значительно выросло. Замечания касаются удобства для маломобильных граждан, безопасности на детских площадках. Их можно устранить, пока дома еще не сданы, а в дальнейшем учитывать при строительстве новых подобных объектов. Олег Зверев, Артем Сулайманов, События. Космос оккупирует маленькие спутники весом менее 50 килограммов. Именно за ними будущее считают специалисты, приехавшие в Самару на второй международный симпозиум по наноспутникам. Их задача – обеспечивать работу земных служб, например, МЧС и пограничников. О перспективах нового направления в освоении космоса расскажет Сергей Кизоркин. Профессор Римского университета Лори Ден Санте приехала в Самару на международный симпозиум по наноспутникам, чтобы изучить колоссальный опыт российских коллег в этом направлении. Ученые занимаются созданием материалов для космических аппаратов. Их качество должно быть на высоком уровне, так как они используются в исследовании Земли и телекоммуникациях. Италия заинтересована в наноспутниках. Есть несколько научных групп, которые занимаются разработкой и внедрением этих аппаратов, в том числе и мой университет. Здесь совершенно незаменимое место малоразмерных аппаратов. Они могут обеспечить локально и предоставление услуг связи, и предоставление решения задач дистанционного зондирования, и даже в некоторых случаях выявление, ну то, что называется, предвестников опасных ситуаций. Самарский национально-исследовательский университет, один из первых в России, занялся разработкой с запуском в космос мини-спутников. Поэтому симпозиум в этом году и проходит на базе этого вуза. Ученые обсуждают целый комплекс тем проектирования, навигации, создания бортовых систем и наземной инфраструктуры, управления спутниками. В Самаре основную работу по этим направлениям ведут студенты и аспиранты под руководством профессуры. А когда молодой человек знает, что вот он пришел в это дело, и он увидит результаты своего труда через два года, у него совсем другая мотивация. Наноспутники дешевые, на создание и сборку уходят меньше времени, чем на обычный аппарат. Самарский университет создает целую группировку космических карликов для изучения ионосферы Земли. Полученные данные можно будет использовать для улучшения экологической обстановки. Наноспутники космос не засоряют. Средний срок службы от трех до шести месяцев. Одновременно на орбите находятся около сотни таких аппаратов. 15% из них российские. Сергей Кизоркин, Максим Гусев. События. Карась, окунь, лещ, платва и судак. Полторы тысячи рыб удалось спасти в этом году от браконьеров. Рейды рыбоохраны проводятся каждый день. Специалисты вылавливают незаконные сети и ловушки для раков. Они опасны особенно сейчас, когда рыба не рестится. И запрещена даже любительская и спортивная рыбалка. На охоту на браконьеров отправилась и Марина Матвейшина. Бросить кошку в воду для непосвященного человека звучит бесчеловечно. На самом деле кошкой называется специальный крюк, которым сотрудники рыбоохраны ищут и вытаскивают незаконные сети, бредни и роколовки. Ловить рыбу ими в Самарской области запрещено. Сеть, я уже как сказала, относится к орудию массового истребления рыбы. То есть сети, они около 50 метров в основном. И как часто наши браконьеры используют сетные орудия лова китайского производства. Они вообще у нас запрещены на территории Российской Федерации. Но тем не менее они находятся в свободной реализации. То есть она стоит около 300 рублей. Не возникает никаких проблем поставить эту сеть. Рыба запутывается, то есть она погибает. Во-первых, сама леска, с которой она плетется, она не нитяная. Рыба запутывается, она задыхается. И она идет, она мелкая, она попадает туда вся абсолютно. Совместный рейд рыбоохраны и общественников «Волга без сетей» проходит сегодня на реке Самара. Проблема браконьерства в водоемах области стоит остро, говорят они. Часто специалисты находят и брошенные сети. Мы не только спасаем рыбу, но и на самом деле очищаем Волгу от того загрязнения, которое наносят брошенные сети. Потому что когда рыба в них не попадает или попадает, они загнивают и, соответственно, становятся источником заразы для такого огромного источника питьевой воды, как наша река. Спасать рыбу и раков от браконьеров специалисты выходят каждый день. Рейды проводят не только в Нерест, но в это время поиски идут особенно тщательно. Такие рейды проводятся около 5-6 часов. За это время из воды извлекают около 400 запрещенных орудий лова, а в воду выпускают около 200 килограммов живой рыбы и раков. Обнаруженные сети и ловушки никогда не возвращают владельцам. Их в обязательном порядке сжигают. Вот так будет со всеми сетями, которые стоят на великой русской реке Волги. Ироколовки пойдут тоже в такой же огонь. Если удается задержать владельца сетей ироколовок, нарушителю выписывают штраф от 2 до 5 тысяч рублей. Иногда, в зависимости от количества сетей и вида рыб, браконьеру грозит уголовная ответственность. Такие же проверки пройдут на Волге, реках Сок, Кривуши, Большой Кенель и в районе Куйбышевского водохранилища. Марина Матвеевшина, Станислав Левин. События. Далее коротко о других событиях дня. Замдиректора Самарского завода «Коммунар» задержали по подозрению в покушении на мошенничество. Спецоперацию провели сотрудники регионального управления ФСБ. Уголовное дело передано в Следственный комитет. По версии следствия, подозреваемый обманул директор одной из фирм, пообещав ему заключение договора с заводом на выполнение строительных работ. Через своего водителя он получил от представителей фирмы более миллиона рублей, а также муляж в 500 тысяч рублей, после чего был задержан. Предполагается, что водитель, через которого передавали деньги, был не в курсе происходящего. Вину задержанный не признает. Менеджер Самарской турфирмы похитила у клиентов почти миллион рублей. Жертвами обмана стали 15 ее клиентов. Они заключили с конторой договоры на сумму от 20 до 260 тысяч рублей. Получив деньги, сотрудница турфирмы постоянно отодвигала дату вытачи документов. Обманутые граждане обратились в полицию. Обвиняемая свою вину признала, материальный ущерб возместила частично. В следующие два года женщина пройдет в колонии общего режима. В больнице Середавина отремонтируют отделение реанимации и бактериологическую лабораторию. Работы пройдут в рамках подготовки к чемпионату мира по футболу. Клиника уже объявила три аукциона. Общая сумма контрактов составляет чуть более 15,5 миллионов рублей. Источником финансирования станут бюджетные средства. Победитель торгов должен будет до 15 декабря этого года отремонтировать отделение реанимации и интенсивной терапии главного корпуса. Рыба, соки, пшеница и кондитерские изделия чаще всего отправляются из Самары на экспорт в страны Таможенного союза. Также за рубежом продают и местные автокомпоненты. В основном самарские предприниматели налаживают экономические отношения с партнерами из Белоруссии, Армении и Казахстана. По словам экспертов, нередко камнем преткновения для представителей малого и среднего бизнеса становится таможенная документация. Чтобы облегчить им задачу, создана система электронного декларирования товара. О том, как ею пользоваться и что нужно знать, чтобы беспрепятственно вывести или ввести товар в регион, предпринимателям рассказали на семинаре в Самарском бизнес-инкубаторе. Одна из главных проблем, по мнению специалистов, состоит в том, что многие не знают, каким будет таможенный платеж за ту или иную продукцию. Объем этих таможенных платежей, вы можете предполагать, что он будет, грубо говоря, вот таким маленьким, а на самом деле он окажется несколько больше. И вот здесь задача таможенного представителя – грамотно, качественно провести вот эту работу, помочь вам определить, сколько денег на перемещение вот данного конкретного вида товара вы должны будете затратить на его единицу. И буквально за два дня, максимум за три, предприниматели учатся заполнять электронную таможенную декларацию, что позволит в течение суток провести все необходимые таможенные процедуры. Семинары в Самарском бизнес-инкубаторе будут проходить до января. Также предприниматели узнают о специфике продвижения продуктов питания и об особенностях сельхозпромышленности. Следующая встреча с экспертами состоится в сентябре. Пошли на взлет. 18 юных самарцев попали в губернаторский реестр. Это областная программа поддержки одаренных детей. Она действует в регионе уже третий год. Участники – школьники, в основном старших классов, делятся своими проектами по развитию науки и производства. И получают поддержку со стороны вузов и областного правительства. С теми, кто подает большие надежды, пообщалась Олеся Корецкая. Анна Некрылова изучает культуру и искусство, а помогает ей в этом мама-физик. Вместе они исследуют химический состав красок на картинах Леонардо да Винчи и вероятность случайного выигрыша. Эти и другие свои разработки Анна представила на суд жюри программы «Взлет». Я пойму поступать в педагогический университет. Думаю, удостоверение членов губернаторского реестра мне поможет занять определенные позиции. Участники представили более тысячи исследовательских проектов по биологии, физике, медицине и другим научным отраслям. Было много предложений по строительству и компьютерным разработкам. 18 человек стали победителями и попали в губернаторский реестр. Они получат поддержку своих научных работ, уже будучи студентами тех вузов, которые помогали разрабатывать им свои проекты. Кроме того, что вы получаете возможность общаться с настоящими учеными, получаете возможность входить в культуру и среду вузовской науки, вы еще получаете возможность материального стимулирования и вознаграждения за свой замечательный труд. Областная программа «Взлет» действует третий год. В ней участвуют школьники старших классов вместе со своими учителями и преподавателями вузов. В этом году в программе объединились 13 самарских высших учебных заведений. Это все в его использовании специально разработаны информационные системы. Она позволила стереть территориальные рамки и социальные, экономические рамки. То есть в них мог участвовать и участвовал любой достаточно мотивированный школьник. Настойчивость, сообразительность и увлеченность – эти качества объединяют всех участников программы «Взлет». Организаторы надеются, что именно эти ребята, благодаря поддержке областных властей, внесут большой вклад в развитие экономики и производства региона. Олеся Корецкая, Максим Гусев, События. Такие разные, но все-таки вместе. В Самарском зоопарке пополнение – косуленок и лисенок. Оба детеныша чуть старше одного месяца. У обоих в неволе одинаковая продолжительность жизни – 12 лет. И Бэмби, и Пиксель уже любимы посетителями и охотно идут на контакт с людьми. О маленьких зверьках расскажет наш зоокрестный Андрей Горгуленко. Косуленку Бэмби именно так назвали его дети уже чуть больше одного месяца. Он дружелюбно играет, совершенно не боится людей и очень хорошо кушает. К Самарскому зоопарку Бэмби уже привык. По-хозяйски ведет себя у вольеров, пробуя на вкус цветы из клумбы, а также уверенно держится перед камерой. Киношное наследство дает о себе знать. В зоопарк косуленка из леса привезли горожане. Поступок благородный, но опрометчивый. Детеныша лучше не отлучать от мамы. Если встретите где-нибудь в лесу под кустом вот такого вот детеныша, его не трогайте. Мама ходит где-то рядом и кушает. Она обязательно через некоторое время подойдет к детенышу и его покормит. С ним ничего не должно случиться. Поэтому просто посмотрите издалека и гуляйте дальше по лесу. А рядом резвится его ровесник – месячный серебристый черный лисенок. Его назвали Пиксель из-за белого пятнышка на задней лапке. Это уже третье потомство у самарской пары серебристо-черных лис, которые водятся в Северной Америке. А в нашей стране только в заповедниках и зоопарках. Пиксель подрос, уже начал есть мясо, дружить с посетителями и всем нравится. Жить лисенок будет в компании огненных лис. Будут жить со своими друзьями огневками, лесятыми огневками, которые не так давно тоже родились пораньше, чем он. Уж постарше на месяц. Но, тем не менее, уже достаточно дружны, играют вместе. Соответственно, и жить будут тоже вместе. Хотя горячая пора рождаемости в самарском зоопарке уже прошла, сотрудники в ближайшее время ждут еще пополнения. Андрей Горгуленко, Сергей Баскин. События. Самарские спортсмены сегодня завоевали весь комплект наград как на российских, так и на международных соревнованиях. Отличились стрелки из пневматической винтовки и лука, а также легкоатлеты. Подробностью Сергей Кисоркин и новости спорта продолжит эфир. Здравствуйте! Я Сергей Кисоркин, и значит, вы смотрите «Самарские новости спорта». Самарский стрелок завоевал бронзу первенства мира. Второй результат сезона в мире по прыжкам в высоту показал самарский атлет. Лучник РДМ Цидыпов выиграл золото первенства России. Среди юниоров на первенстве страны по стрельбе из лука в личном зачете золотую медаль завоевал самарец РДМ Цидыпов. В Орле спортсмены соревновались в меткости как из блочного, так и из классического оружия. В этом году за награды сражалось рекордное количество спортсменов – 347 человек из 31 региона России. Выше всех на первенстве страны по легкой атлетике прыгнул самарец Даниил Лысенко. Он выиграл турнир с личным рекордом и лучшим результатом сезона в Европе – 2 метра 34 сантиметра. В мире этот результат сегодня признан вторым. К тому же Даниил Лысенко возглавил топ-лист российского легкоатлетического сезона. Самарский стрелок Евгений Ищенко выиграл бронзовую медаль первенства мира. В Зуле Германии за награды по мишеням стреляли более 500 спортсменов из 65 стран. Из малокалиберной винтовки с дистанции 50 метров лежа сборная России набрала 1855 очков, отстав от серебряного призера Норвегии всего на 0,8 балла от чемпиона Австрии на 3 очка. Это были новости спорта от Сергея Кизоркина. Занимайтесь физкультурой и будьте здоровы! На этом наш выпуск завершен. Всего доброго! Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова